Является незаконным, поэтому требует прекратить миоргета и вашего зайти. Свобода, честность и милизм! Свобода, честность и милизм! Не случайно. Именно здесь, три года назад, Катфем собрались на свой первый женский марш. С того времени многое изменилось. Тогда нас было очень мало. Нам было страшно, но мы шли и кричали. С того времени некоторые законы стали менее защищать женщин в Казахстане. Но зато посмотрите на нас сейчас. Сейчас нас много. Мы все стоим с плакатами. Нам всем, каждый из нас есть что сказать. Мы должны помнить, что сегодня у нас не только праздничное шествие, но в то же время оно траурное. Именно поэтому сегодня мы в черном. Именно поэтому сегодня во главе колонны у нас траурный венок с надписью «Никто не забыто». Потому что таким образом мы хотим отдать память тем женщинам, которые погибли в Казахстане из-за домашнего насилия. «Никто не забыто», «Никто не забыто», «Никто не забыто». «Не говори, не худей, не подчиняйся!» Шагаем и шагаем мимо шахты мастерских, а мужчины наши, дети, бьемся мы ради них. «Никто не забыто», «Никто не забыто». «Никто не забыто», «Никто не забыто». ПЕСНЯ ПЕСНЯ Мы хотим донести, что в этот день, 8 марта, мы требуем соблюдения наших прав, а не цветов раз в году. Ведь во все остальные дни и годы женщины терпят систематическое насилие. Не только от людей вокруг, от мужчин, но и от государства, которое не может их защитить. В начале шествия мы назвали убитых женщин по именам. Эти женщины, которых мы не спасли от смерти у себя дома. Их уже нет живых, но мы помним и скорбим о них. Загласно официальной статистики, каждый день в стране насилуют пятерых женщин. Почти каждая боится возвращаться вечерами домой в одиночестве, ехать в купе поезда, если там есть пассажиры-мужчины, заходить в лифты и подъезды с незнакомцами. Мы чувствуем себя в опасности и хотим, чтобы это прекратилось.